всем привет мои дорогие и добро пожаловать на мой ASMR канал ну что, наконец-то закончилось лето окончательно и самое время снять видео про мои солнечные очки на самом деле это одно из самых запрашиваемых видео и я долго не снимала потому что, ну все-таки у меня есть на канале уже видео про очки про мою коллекцию солнечных очков но с тех пор как я снимала прошло уже много времени и моя коллекция пополнилась конечно, некоторые экземпляры ушли из моей коллекции по тем или иным причинам но в основном она пополнилась и теперь у меня достаточно очков на новое видео кое-что в этом видео будет из тех очков которые я уже показывала потому что все-таки это моя актуальная коллекция очков которые я ношу также я покажу как я храню свои очки то есть организацию моих солнечных очков итак начать я хочу с самых последних моих приобретений это будут очки которые вы еще точно не видели в моих видео хотя те кто следит за мной в инстаграм уже видели меня в этих очках итак я буду показывать самые последние приобретения итак в обратном порядке первые это очки пальма марки пальма давно я их хотела как только я увидела их в рекламе я сразу в них влюбилась они мне показались такими нереальными красивыми и я очень хотела их но они зараза такие дорогие что я долго собиралась их купить в результате мне удалось их купить с приличной скидкой но все равно они очень дорогие здесь вот такая солидная коробка упаковка наверняка стоит еще кучу денег такой вот футляр красивый футляр конечно с фурнитурой дорогой футляр даже эта тряпочка такая солидная большая и толстая на ощупь не какой-то там клаптик а именно такая простынка для протирания очков футляр потом мешочек фирменный ну и сами очки вот такие они большие сделаны они в Японии может поэтому у них такая высокая цена не знаю пальма цвет у них такой топленого молока не белый, а именно цвет топленого молока очень мне они нравятся они необычные такие жаль конечно что здесь вот эти вот тушки такие они у меня всегда цепляются за волосы и я думала что здесь будет гладенько так но нет это вот их единственный для меня недостаток а так поляризация все есть нравятся мне эти очки такие стильные очень красивые влюбилась я в них сразу и долго думала как их приобрести но здесь я теперь понимаю что сама упаковка еще очень дорогая на магните крышечка перед этими очками я приобрела вот эти очки от Bottega Veneta и тоже их еще в видео ни разу не показывала это вот такие вот авиаторы зеленого цвета очень красивый зеленый яркий насыщенный цвет с золотой такой красивой оправой эти очки эти очки у меня вторые от Bottega Veneta а первые это вот эти виолетовые их я вам показывала и собственно эти зеленые я купила потому что очень уж мне понравились эти виолетовые как они сидят как они смотрятся и я решила что мне нужны еще одни такие так что у меня теперь две вот таких замечательных пары очков от Bottega Veneta и еще одно мое приобретение этого сезона это очки болензяга это очки болензяга это тоже первые очки болензяга в моей коллекции также в экипальмах и под экипальмах новая марка очков для меня про эти очки я вам уже рассказывала синяя такая необычная синяя роговая оправа именно поэтому я их и приобрела потому что мне показалось что роговая оправа в синем цвете весьма необычна и очки оказались довольно неплохими они такие очень хорошо защищают от солнца от света сразу делают вы как-то их надеваете сразу как будто вы в домике становится комфортно на очень ярком солнце и они защищают от солнечных лучей здесь такие широкие дужки но и в целом очень модные но и в целом очень модные я не знаю что покупала в каком году но вот это было тоже куплено одним из последних приобретений хоть пару лет назад я их купила коллекция моя довольно обширна и уже где-то ей лет 25 так что когда я говорю что я их купила пару лет назад для моей коллекции это новые очки это очки от хлоя или кло не знаю как правильно произносить но это не важно в данном случае вот такие вот довольно крупные тоже градиент вот такие вот здесь дужки интересные когда я их надела в магазине когда я их надела и очень мне понравились понравилось мне как я в них выгляжу и купила на самом деле эти очки как-то у меня не получается носить часто вот когда не всегда они совпадают с моими образами они мне очень нравятся но все-таки вот есть же очки такие универсальные которые подходят под все эти вроде бы как тоже но у них такой романтик стиль что ну не всегда вот всегда находятся какие-то очки которые смотрятся лучше чем эти поэтому как-то с ними у меня можно сказать нет такой большой любви но я надеюсь что все-таки их время еще придет иногда я их надеваю конечно но вот как другие не так часто как другие футлер мне очень нравится в общем приятный цвет и на ощупь и на ощупь и на ощупь я были первые авиаторы которые я приобрела для себя которые мне подошли до этого я совершенно не могла себя видеть ни в каких авиаторах не знаю почему мне не шло вообще ничего а эти как-то подошли и я их приобрела они такие обычные не очень дорогие очки они подходят под все поэтому да они такие на подхвате чтобы я не наделась я их быстренько схватила и побежала они всегда подойдут такие очки тоже надо иметь в своем очковом в гардеробе хутлер кстати от этих очков я использую гораздо чаще чем сами очки потому что он такой маленький компактный и в нем очень удобно перевозить на все очки в путешествии и легенький ничего не скажешь а вот этим вот этим футляром можно купить это мои самые такие одни из самых носибельных очков от Чикабана вот такая веселенькая коробочка я думаю что вы все знаете прекрасно эти мои очки потому что за счет того что у них вот такой вот цвет разноцветный они подходят под многие многие вещи и образы они не очень защищают от солнца и света потому что они довольно прозрачные но защищают тем не менее очень классные очки и ношу их всегда с удовольствием они привлекают внимание они они вытягивают любой образ любое платьишко обыкновенное какое-то там самое простое с этими очками уже смотрится не так просто так что в любимчиках у меня эти очки еще одни очки тучи габана я думаю что они по форме такие же как и предыдущие сейчас я сравню да это одна и та же форма одна и та же лекала пока не так которые делают эти очки один и тот же принцип хотя нет видите эти тушки пошире ну в принципе это такие же только другого цвета у них такое зеркальное напыление серебристое не могу сказать что мне это нравится я бы хотела чтобы они были более прозрачными но это все равно интересно в любом случае купила я их это тоже не одно из последних приобретений то есть вы их не видели в первом видео про очки это по-моему точно вот эти очки я не уверена но по-моему я их показывала в первом видео а эти скорее всего нет я купила из-за вот этого орнамента синего по-белому очень мне нравится и я решила что у меня так много вещей сине-белых что эти очки вполне будут дополнять мой гардероб в бело-синим цвете и да я не ошиблась очень красиво смотрится мне нравится очень и еще одно из последних приобретений это вот такие очки от Calvin Klein я их привезла из последнего круиза я купила их на пароходе стоили они недорого мне показалось что они такие простые что они ну довольно необычный вот такой вот черно-белый вариант и как ни странно они оказались очень очень носибельными они подходят под все красиво сочетаются с дельняшкой с любым черно-белым образом они такие простые лаконичные и вот это такая зебра ненавязчивая их немного тоненькие оправа тоненькая тоненькие тушки такие но они очень хорошо вытягивают образ то есть это было такое но неожиданно что эти очки мне подошли под многие вещи я их с удовольствием ношу также уже присматриваю что-то наподобие этого в более такой какой-то солидной форме черно-белые то есть они недорого стоили но при этом оказались весьма удачные очков прада прада у меня наверное три пары насколько я помню все все очень разные это последнее приобретение очков правда тоже весьма удачно они не слишком темные не очень затемненные но красиво смотрятся и я их ношу зимой когда не так много солнца но тем не менее оно есть у меня цветопоязнь такая я не люблю яркое солнце яркий свет мне некомфортно и вот в этих очках очень хорошо даже в пазмурный день они как бы так затемняют и смотрятся очень мне очень нравится как они сидят и смотрятся на мне вот такие рыжие и в то же время с белым металлом не с золотым а с белым на этот момент мне тоже нравится здесь вообще все как я люблю вот такие гладкие тушки у меня волосы за них не цепляются морковая оправа кож кошачья такой кошачья форма в общем одни из любимых за последнее время очень носибельные вот прям очень тоже и следующие очки правда вот они у меня как раз покрыты пылью можно сказать потому что я не так часто их ношу но они конечно с такой-то формой очень и наверное не предполагается что их можно часто надевать но тем не менее есть у меня несколько нарядов где вот такие вот барокко стиль барокко вот эти такие из 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 тушки хорошо сочетаются очки необычные кажется что они черные но они не черные они даже на камеру гораздо видно что они не черные чем вот в жизни они смотрятся как черные а на камеру нет вот эти просветы в жизни не видны интересно даже как это так очки конечно интересные красивые но точно не всем они идут и уж точно не всем подойдут будь обычный ежедневный образ хотя смотря какой у вас образ но я их ношу иногда ношу не следующие мои очки от роберта кавали такие тоже довольно необычные очки хотя были они не очень дорогими но вот здесь такие три цвета в одном зеленый бежевый такой и бортовый смотрятся они необычно довольно темные хорошо защищают от цвета в данном случае мне кажется мне даже не особенно это нравится потому что такие темные вишневые очки я бы носила осенью под ну вот под такой осенний образ но я и ношу но стеклотемные тоже такие очень удобные очки в общем эти я ношу хотя при таком количестве очков как у меня естественно что не всем выпадает удача быть поноженными много раз Марк Якобс насчет этих очков я могу сказать что это наверное самые комплиментарные очки из всех которые у меня есть все отмечают необычную форму дизайн этих очков на фотографиях я получаю комментарии почти всегда да действительно они немного необычные такие кошки бежевого цвета не могу сказать что я их часто ношу потому что я люблю яркие образы но конечно же иногда нужны и такого цвета но люблю эти очки они весьма удобные в общем нравятся они мне очень дизайн ногу не они дизайн когда-то они были очень модными несколько лет назад я их очень хотела но и приобрела но вот как-то не могу сказать, что я их ношу часто такие черные очки, которые есть в моем гардеробе я носила чаще хотя, признаться честно, я как-то про них подзабыла, про них совсем забыла даже можно сказать всегда, когда я думала, что бы надеть, какие очки надеть я никогда не думала, не имела их в виду странно надо будет исправить эту обложность и попытаться их поносить они подходят под все образы потому что они такие черные, универсальные посмотрим аннушка, по-моему, они назывались но когда я их купила, я, конечно, носила но вот в последнее время как-то нет бархатный футляр бархатный футляр миу-миу куда ж без миу-миу парочка очков у меня есть от миу-миу но сегодня я покажу только одни не могу и показать им все подряд показываю только то, что я действительно ношу хоть иногда, но ношу эти очки и вообще, наверное, мои фавориты всех времен и народ так они мне нравятся они очень деликантные смотрятся просто супер вот просто супер когда я их надеваю это самые красивые очки но я не могу постоянно в них ходить я хочу еще что-то другое поносить но они мне нравятся, наверное, больше всего не очень сильные сильно они защищают от света и солнца но достаточно нравится мне вот этот вот голубой контраст с этой жёлтой и правой форма форма суперская она и современная и ретро и, ну, такая стильная очень вообще, эти очки от миу-миу в этой форме мне кажется, они просто находка я, по-моему, уже пела оды этим очкам в своем первом видео просто про коллекцию очков как я их сильно хотела но не могу сказать что я их сейчас часто ношу нет у меня появились новые и, конечно, хочется поносить новые модные ну что теперь я вам расскажу как же я храню свои очки как я их организовываю так чтобы все они у меня были под рукой и всеми ими я могла пользоваться в любой момент а не искать их где-то там на полке в шкафу в футляре в мешочке кто был внимателен и смотрел мое первое видео то несколько лет назад я уже показывала в этом видео как я храню свои очки сейчас я вам покажу эту полочку на которой они хранятся и так вот так вот выглядит моя полочка она из металла эту штуковину мне когда-то подарили я только не знала под что ее приспособить но вот мне пришло сарение и я начала помещать на нее свои солнечные очки вначале места хватало но постепенно коллекция разрасталась и мне уже понадобились вот такие вот крючки для того чтобы я могла разместить все больше и больше в два а то и в три ряда сейчас я вам показываю полочку пустую так она выглядит в пустом виде она находится не далеко от входной двери совсем рядом поэтому очень удобно ее пользоваться даже уже на самом выходе и даже когда я пришла чтобы быстро снять в первую очередь очки и уже продолжать раздеваться дальше рядом маленькое небольшое зеркальце куда я смотрю сразу же и вот так вот я вешаю свои очки и сейчас я покажу как выглядит эта полочка когда на ней полностью размещены все мои очки вот такая вот у меня коллекция как видите еще достаточно места так что еще парочку я могу купить места хватит ну все мои дорогие все про мои очки на сегодняшний день год 2021 какая будет моя коллекция в следующем году или еще лет через пять я вам покажу позже но пока что вот так не забывайте подписываться на мой канал и ставьте лайки пишите комментарии пишите комментарии как вам нравится моя коллекция что вы вообще думаете по этому поводу пишите ваши пожелания видео какие бы хотели бы видеть темы видео ну и всего вам доброго надеюсь у нас еще будут солнечные дни чтобы я могла все таки не делать паузу такую длинную со своими очками со своими сокровищами я продолжала их носить все вам доброго пока пока пока